Возможно, это будет нахально с моей стороны, но так получается, что рассказ о Юлиану Григорьевичу Крейне я начну с небольшого рассказика о себе. Дело в том, что в начале 90-х годов я был начинающим дирижёром, осваивающим репертуар активно, и осваивающим даже, может быть, не столько из практических соображений, сколько в первую очередь из собственного интереса. И я прекрасно видел, что разные стили поддавались моему сознанию по-разному. Мне всегда было легко с немецкой музыкой. Легко не значит просто, легко значит естественно. Но я не чувствовал такой же лёгкости в отношении к импрессионистам. Я ловил себя на том, что мне непонятно самое главное – атмосфера произведения, атмосфера этой музыки. О чём она? Что она обозначает? Естественно, хотелось эту загадку как-то постепенно разгадывать. И вот именно в это время, именно в этот период, мне на глаза попались три совершенно замечательные, маленькие, небольшие по объёму книги. Симфонические произведения Клода Дебюсси, симфонические произведения Мориса Равеля и третья книга, которая немножко позже мне досталась – камерно-инструментальные произведения Дебюсси и Равеля. Автором всех трёх книг был некий Юлиан Крейн, фамилия, которую я знал на тот момент. Я где-то её встречал, музыки его никогда не слышал. Что меня поразило в этих книгах? Неуловимое ощущение, но очень, так сказать, трудно формулированное, но при этом очень ясное. Что автор не просто глубоко изучил предмет, но он находится как бы внутри этого, внутри темы. Почти как если бы это объяснял бы автор, возможно. Простыми словами, без каких-то, так сказать, музыковедческих или тем более теоретических дебрий, он простым ясным языком расставлял всё на места свои. Естественно, мне захотелось узнать, а кто это такой? Узнать о нём побольше. И почему эти три книги дали мне, наверное, больше, чем очень многие другие, скажем так, на эту тему. Я взял справочник, у меня есть такая толстая книга, советские композиторы, 57-го года, вы знаете, наверное, да. Вот. Прочёл о нём несколько строчек. Краин Юлиан Григорьевич. Родился 5 марта 1913 года в Москве. Первоначально учился композицию отца. В 1926 году командировал нарком-просом за границу для совершенствования. В 1932 году окончил École Normale de Musique в Париже по классу композиции Поля Дюка. В 1932-1934 годах концертировал во Франции как пианист. В 1934-1937 годах преподаватель инструментовки в Московской консерватории. Это всё. Книга была издана через 20 лет после этого 1937 года. Вот. Что я сделал? Я взял композиторский справочник, нашёл его адрес, телефон и вышел на него с весьма нахальной просьбой. А не могли бы вы со мной пройти произведения импрессионистов? Вот у меня вот есть куча партитур. У меня практически все произведения, о которых шла речь в этих книгах, эти партитуры были на тот момент уже. И вы знаете, он согласился. И вот с этого началось наше общение. Общение было интересным, необычным, потому что помимо анализа партитур и разговоров конкретного музыки, он мог, например, мимоходом сказать, вы знаете, вот когда Равель сам это дирижировал, он здесь ретанута не делал. А вот когда Пьер Монте это играл, то он здесь немножко расширял этот старт. Вот так он рассказывал о том, чему свидетелем был сам. И запомнил это через года, через десятилетия. И постепенно, естественно, постепенно разговор выходил и на него. И я, естественно, расспрашивал, а как это было? И постепенно передо мной вырисовывалась очень интересная жизнь, очень интересная судьба. И, как я сейчас понимаю, судьба, в общем-то, драматическая. Причем драматическая не какими-то, ну что ли, внешними какими-то там роковыми событиями. Сколько драматизм этот заключается скорее в контрасте между тем, как все начиналось, и тем, что было после. Вот я сейчас расскажу. Те пять строчек, которые я вам прочитал из книги, они там все правильно, но это далеко не все, что есть. Поэтому я расскажу вкратце какие-то основные веки, основные этапы его жизни и какие-то свидетельства этих этапов. Крейн был вундеркиндом. Он был из музыкальной семьи, его дядя был довольно известным композитором. Александр Крейн, балет Лоуренси. И, кстати говоря, это не самое интересное его сочинение, у него много сочинений помимо Лоуренси, с более интересной музыкой. Родной брат Александра Крейна, Григорий Крейн, это отец Юлиана. И там еще несколько музыкантов. Целая династия. В этой атмосфере рос Юлиан Крейн. Он был вундеркиндом, причем не просто вундеркиндом, а вундеркиндом-композитором, что гораздо более редкий случай. Один из первых его авторских концертов состоялся, если не ошибаюсь, если не вру, Домова Нейгауза. Их семья с Нейгаузом общалась. И Нейгауз проявлял интерес к его сочинениям. Крейну было, по-моему, 11 лет на тот момент. Значит, в 1925 году, в не помню, 12 лет он начал заниматься гармонией, официально гармонией, но фактически это были гораздо более широкие занятия, не замыкавшиеся в рамках одной дисциплины. У Николая Сергеевича Желяева, это легендарная личность, личность, на мой взгляд, совершенно уникальная, ни с кем не сопоставимая. Вначале среди любимых композиторов Крейна был в основном Скрябер. Скрябин, в несколько меньшей степени Рахманинов, но в первую очередь Скрябин. Интерес к французской музыке у него начался, по его собственным словам, после того, как в 1925 году на квартире у Нейгауза он услышал в исполнении Владимира Горовицы произведение Равеля. Примерно к этому же периоду, чуть-чуть позже, относятся первые напечатанные сочинения 13-15-летнего Юлиана Крейна. В издательстве «Универсал-Одиссион» издано в 1926-1928 году, то есть ему было 13-15 лет, фортепианная соната и цикл фортепианных прелюдий. Дальше состоялось очень важное событие, в общем-то, очень нехарактерное для нашей страны даже тогда. В 1926 году он был официально командирован, как особо одаренный. Получается, в 13 лет. В 13 лет, да, да, именно. Он был командирован нарком-просом за границу для совершенствования. И вместе с ним поехал в качестве сопровождающего его отец. То есть, 6 мая 1926 года они выехали в Вену, в начале это была Вена, где они прожили чуть меньше года. Причем, только-только приехав в Вену, чуть ли не первое место, которое они посетили, было издательство «Универсал-Одиссион», которое тут же приняло к изданию несколько сочинений Крейна. Венский критик, музыкальный критик Пауэль Бехард написал специально для журнала Musical America такую фразу «Последней сенсацией музыкального сезона является приезд в Вену юного композитора Юлиана Крейна». Там он погрузился, в первую очередь, конечно, в концертную жизнь. Он слушал концерты Форт-Венглера, он бывал в театрах, он познакомился там с Альбаном Бергом. И, так сказать, некоторое время шел разговор о занятиях у Берга. В Вене же написан цикл, в 13 лет написан им цикл «Пять прелюдий для оркестра», который этот цикл через два года в Филадельфии сыграл Леопольд Стаковский. С филадельфийским оркестром, причем уже после исполнения кто-то у Стаковского спросил, а вы знаете, сколько лет композитору, что это написал 13-летний композитор? Он говорит, что вы говорите? А я просто выбирал несколько партитур и выбрал наиболее интересную для себя, который посчитал наиболее талантливый. Они пробыли в Вене чуть меньше года. В апреле 1927 года они уехали в Париж. И знаете, вот мне Юлиан Григорьевич по Париже, конечно, рассказывал с гораздо большим видимым энтузиазмом, чем у Вене. Мне кажется, что и Вена, и Берлин, в которой он тоже где-то на какое-то время уже из Парижа ездил, они ему показались, на мой взгляд, ну, что ли, кофициозными несколько. Атмосфера Парижа, она была, конечно, гораздо более, ну, что ли, свободной, неформальной, я имею в виду именно музыкальную атмосферу, и гораздо более бурной. Вот сам Юлиан Григорьевич писал «Музыкальный Париж моего времени, 27-34 годы, настоящий океан концертов, нот композиторских и исполнительских имён всевозможных национальностей». Действительно, в тот период в Париже действовали восемь симфонических обществ, которые, каждая из которых давала от 24 до 48 концертов в сезон. Вы можете представить себе, что это в сумме, да? Не меньше было и камерных концертов. И имена, конечно, такие, как Жак Тибо, Альфред Курто, Пабло Казарис, Рахманинов, Горовиц, Кусевицкий. Всё это, все они были вот здесь. Сегодня один, завтра другой, и всё это можно послушать, увидеть, оценить. Хотел показать, да, эту афишу, программку, вернее, мне подарила его сестра Наталья Григорьевна. Это афиша его концерта, который состоялся в зале «Ecole Normale des Musiques» 24 июня 1931 года. Крейну удалось очень быстро и, естественно, влиться в этот круг. Если в Вене ещё его опекал отец и водил, знакомил с кем-то, то в Париже он, в общем-то, был больше предоставлен сам себе. Через какое-то время они даже стали жить в разных квартирах. И 14-летний Крейн, он был уже абсолютно взрослый композитор, молодой композитор, который познакомился с Полем Дюка, принёс ему свои сочинения. И поступил к Полю Дюка в «Ecole Normale des Musiques», которую через 5 лет окончил. И с этого времени началась его учёба, началось его общение с Полем Дюка. Одновременно, так сказать, неформально, он стал ходить раз в неделю заниматься к тоже очень известному композитору того времени, Флорану Шмидту, который жил где-то в предместе Парижа, у него был приёмный день, он принимал учеников. Учеников или как бы молодых коллег, которым он давал какие-то советы. Кстати, именно у Флорана Шмидта Юлиан Григорьевич Крейн познакомился с Эйтером Виллой Умбасом, который тоже видел его сочинения и тоже их достаточно высоко оценив. Вот. И именно в Париже написан ряд сочинений Крейна, крупных, которые, в общем, являются одними из наиболее значительных его вещей. Это оркестровая пьеса «Поэм Де Суах», «Вечерняя поэма» или «Поэма вечера», которая, партитура которой была показана, кстати, Кусевицкому, и Кусевицкий изъявил желание её играть в Америке. И это исполнение сорвалось только по чисто технической, дурацкой причине, когда издательство «Универсалый досьон», которое напечатало оркестровые голоса, с очень большим опозданием, катастрофически большим опозданием, выслало их Кусевицкому в Америку, когда это уже было. Среди других произведений Крейна того периода, а это же, понимаете, это всё до 20-18 лет, скажем так. Он был там 13, 15, 16. «Поэм Де Суар» – это 16 лет ему было тогда. Другие произведения чуть позже написаны, 31-33 год. Это фортепианный концерт, это виолончельный концерт, и это симфоническая прелюдия разрушения. Где они исполнялись? Симфоническая прелюдия разрушения была впервые исполнена в январе 1931 года, соответственно, Крейна была 18 лет тогда, оркестром «Страрам» – это, как сказать, из восьми концертных ассоциаций, вот был один оркестр, был другой, был третий, был оркестр «Страрам», который был отдельно. В нём собирались лучшие музыканты из других оркестров, это такой был сборный оркестр. Причём отклики на это произведение, они шли, ну, скажем, в музыкальной энциклопедии «Ла Русс Музыкаль», изданном в 1959 году, то есть почти через 30 лет после первого исполнения. Там были очень, так сказать, сочувственные слова по поводу этого произведения. Виолончельный концерт тоже был впервые исполнен в 1931 году Морисом Айзенбергом, это довольно известный виолончелист того времени, ученик Казальса, а дирижировал и был инициатором исполнения этого концерта «Альфред Курто». И за года два, наверное, этот концерт исполнялся в Париже трижды, а годом позже премьера он также был исполнен в Берлине и в Лондоне. Тогда же приблизительно Крейну заказала для себя балет «Ида Рубинштейн», та самая, для которой Равель написал «Болерон», знаменитая балерина. Крейн написал для нее балет «Галатея», который, к сожалению, она не успела станцевать, поскольку у нее была некая травма, после которой она закончила свою деятельность балерину. Что можно сказать о его музыке? Я мог бы сказать какие-то свои слова, но я хотел бы вместо этого процитировать несколько отзывов отзывов из парижских газет того времени. Все они принадлежат ведущим парижским критикам, музыкальным обозревателям того времени. Вот, например, пишет известный парижский критик того времени, писавший под псевдонимом Тристан Клинкзор. Я видел довольно много его критических статей. 31-й год. Я уже говорил, какой неожиданностью оказался для меня виолончельный концерт Юлиана Крейна. Целый вечер недавно был посвящен сочинениям этого молодого и удивительного композитора. Самые драгоценные данные, подаренные ему феей музыки. В его прелюдиях для фортепиано есть восхитительные страницы. Нигде нет недостатка в выдумке или в очень интересном чувстве гармонии. Дальше. Крупнейший, пожалуй, французский критик того периода, Анри Приньер, пишет в одной из рецензий. Что я люблю в Юлиане Крейне, кроме его большого таланта, это абсолютное отсутствие снобизма. В эпоху, когда столько наших музыкантов, в том числе и самых знаменитых мастеров, почитают своим долгом считаться с модой и следовать ее причудам. Он принадлежит своему времени, но не считает себя обязанным искать новое во что бы то ни стало. Уже давно мы не имели возможности услышать музыку, столь наполненную человечностью. Вот такие отзывы критики. Еще один зачитаю, коротенький. Вероятно, не часто выпадают недели, когда два новых сочинения, впервые исполненные, завладевают нашим вниманием. Возблагодарим времена, в которые на протяжении трех дней мы можем приветствовать балладу Юлиана Крейна и новый концерт Равеля. Два имени, не рядом. Юлиан Григорьевич мне рассказывал, что у меня было в среднем где-то по пять авторских концертов в сезон. При том, что, скажем, у Анагера, например, был один. Так, не в качестве соревнования, просто... Статистика вещь, показательная. Да, да, да. В 1932 году Юлиан Григорьевич Крейн закончил такой нормой. Характеристика, которую ему написал Поль Дюка, была короткой и, такой, я бы сказал, афористичной. Исключительные данные знают уже все, чему невозможно научить. Быстро научатся всему, что можно знать и что столько других знают, но знают только это. Еще два года Крейн и его отец провели в Париже. Крейн выступал как пианист, у него продолжались авторские концерты. В 1934 году они вернулись в СССР. Нашли время, когда возвращаться. Кто же знал, кто знал. Кто же знал. Я Юлиан Григорьевич спросил, что зачем он вернулся. Говорит, а мы знали, что происходит. Говорит, за пару месяцев до того, как мы вернулись, я получил письмо от сестры. Ну и Прокофьев вернулся. Да, да, да. И вот сестра описывает новости, там, то-то, 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 то-то. Ну что еще? Убили Кирова. Говорит, мы с отцом переглянулись, а кто такой Киров? Вот так. Вот. В общем, что было после? Сразу после возвращения Юлиан Григорьевич Крейн устроился, он, значит, стал преподавать инструментовку в Московской консерватории. Продолжался это по приглашению Нейгауза. Я вот не помню, директором консерватории в то время был Нейгауз? Шабалин. 34-й год. Шабалин. Да. А, ну или, может быть, с подачей Нейгауза. Нейгауз играл несколько раз фортепианную сонат Украина, она была у него в репертуаре, и он очень высоко его ценил. А как раз он же еще долгое время потом работал, так что он мог пригласить. Да. Вот. После этого незаметные должности редактор в каком-нибудь издательстве. Или одно время в союзе композиторов Юлиан Григорьевич был кружок для инструменталистов, скажем, для музыкантов других специальностей, которые решили сочинять музыку. Вот был такой кружок при доме композиторов, да, для музыкантов, для профессиональных музыкантов, но не композиторов, которые сочиняют. Абсолютное, вот, абсолютный такой вот уход в подполье. Он прекрасно понимал, что ему грозит, как человеку, который 8 лет прожил, чудом оцелел. Чудом оцелел. Чудом оцелел. Тем более, что репрессии его семьи коснулись, причем мой отец, который был репрессирован, сразу после окончания университета в 49-м году, он был осужден как антисоветчик и провел 6,5 лет в лагерях, вплоть до смерти Сталина. И его салагерником был родственник, Крейн, велничелист, Крейн. Такое странное совпадение. То есть, в общем-то, его вся эта железная лапа не коснулась, слава Богу, но он затаился и он в таком состоянии жил до самого конца. Его, так сказать, внешняя жизнь была совершенно незаметна, максимально незаметна. Его внутренняя жизнь, его творческая жизнь, она продолжала, но, может быть, не с такой же интенсивностью, как в Париже, но с достаточной интенсивностью. Он продолжал сочинять, он продолжал музицировать, у него был какой-то очень узкий круг друзей. Знаете, я помню, очень хорошо помню, вечер 5 марта 1996 года, когда я к нему пришел домой поздравить с днем рождения, с днем рождения, который оказался последним. И, собственно, я это предчувствовал, и, может быть, он тоже предчувствовал. Я застал его стоящим в закрытой крышке рояля и перебирающим свои сочинения в стопке. Они у него всегда были идеально разложены и точно там обнованы. И вот он, перекладывая из одной стопки в другую, говорит, да, вот это было исполнено в Париже с большим успехом, да, несколько раз, а потом это еще там-то и там-то. У нас нет, ни разу нет. Вот это у нас однажды играли. Вот это я описал, но вот-вот собирались играть, но вот-вот не играли. И так, одно, другое, третье, практически ничего, ну, мало что. Мало что. Что-то играли, конечно, что-то играли. Ту же весеннюю симфонию играли, даже дважды записали. Один раз с ним самим как пианистом. Шикарный пианист был. В 82 два года, будучи, в общем-то, слабым человеком и болезненным, он сохранил превосходный пианизм. У меня есть кое-какие записи. Я на диктофор писал. И вот это не исполнено, это не исполнено. И, знаете, вот такой комок у меня был. и я ему сказал, ну вот со всей убежденностью, на которую был способен, что Юлиан Григорьевич, я абсолютно уверен, что пройдет 10, 20, 50, хоть 100 лет, ваша музыка будет исполняться и будет исполняться часто. Я помню, что он надеялся. Пожалуй, плечами. Говорит, ну, во всяком случае, одно из двух. Либо будет, либо не будет. Так вот, я очень надеюсь, что все-таки будет. Вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать.